Всем привет! Вы на канале Олега Соскина. Первый канал, есть второй Соскин Ньюс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Итак, 28 мая, все идет к сотому дню. Говорят, что кремлевский этот шизанутый по-другому назвать нельзя. Как посмотришь все эти страшные, садистические ситуации во всех городах Украины, где бы ни было, понимаете, то думаешь, ну это просто какой-то... Путин это что-то такое, какой-то сгусток какого-то черного параноидального зла. По-другому не могу сформулировать, конечно, потому что таких же он и вокруг себя сосредотачивает. К сожалению, это, конечно, уже какая-то клиника, это патология, это никаким способом уже не поддается никаким объяснениям. Он поставил задачу к сотому дню, чтобы его эти вурдалаки захватили полностью Луганскую, Донецкую области, удержали Херсонскую область полностью, Запорожскую, не дали пройти украинским войскам, выйти к границе Харькова, Харьковской области и зачистить всю Харьковскую область. И оттуда ударить по вот этим дорогам снабжения, это, конечно, ну я всегда, я все-таки говорил, я не понимаю, почему это не делается. Прекрасный город, Валуйки, 30 тысяч чуть больше населения, от него расходятся все железнодорожные пути и другие. Абсолютно, как бы, город, который полностью перерезает всю ситуацию снабжения, уничтожает московитов на вот этом всем Харьковско-Луганско-Донецком направлении. Ну, мне пишут, Олегович, а че ж они вас не слушают? Ну, видно так, так должно быть, раз не слушают. Никто не слушает, и предыдущие не слушали, и что делать? Но все равно надо говорить потом, оно же все равно, когда там уже через там 10 лет, 15, 20, появятся те, которые скажут, да, это было все правильно, вот давайте ж это делать, почему оно не было сделано, ну, ну, что такое, это так, наверное, должно быть. Вот, ну, ладно, давайте про ситуацию. Ситуация, конечно, вот если посмотреть этого прихвостня такой у них есть, вот этот, который, ну, с другой стороны, он много важной информации дает, объективной, хотя такой поганый-поганый, он выдает, конечно, желаемое за действительность, но тенденции, тренды можно понять, особенно в условиях колоссальной цензуры и тупоумия со стороны украинской власти. Это так называемый Юра Подоляка, ну, еще у них есть Тамир Шерек, ну, тут вообще такой любит нафантазировать, и еще вот этот Ануфриенко у них есть, вот это вот, это трое такие, как бы, заклятые, но у них очень много можно скачать информации, и тогда соединив с украинской пропагандой, и с остальными вещами все это в такой микс сделать, потом можно препарировать и найти вот эти крупицы правды. Так вот, я думаю, что, то есть они, для них сейчас самое главное, они думают опять вот этот котел сделать, вот там, где этот Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, ну, и там вот это, все-все-все там сделать. И якобы там 10 тысяч украинских, ну, таких бойцов, вот такие, как в Мариуполе стояли. Конечно, ситуация после сдачи Мариуполя, после пленения наших воинов, патриотов, она, конечно, значительно ухудшилась, значительно. То есть уже надо говорить, что вот это вся бла-бла-бла о том, что их, они не сдаются, что их, типа, сразу обменяют и так далее. Ну, как всегда, осталось брехня. С другой стороны, понятно было, что уже там ситуация просто катастрофическая была, и ребята просто в таком виде уже, ну, как бы, в той ситуации уже и держаться не могли. То есть уже об этом все было очень много раненых, и они истощены, все бойцы были. Но то, что их отдали, вот, две тысячи плюс еще две тысячи, что вот в этом концлагере, то есть это четыре тысячи. Ну, вот Захарова замолкла, видно, и приказал этот Ермак замолчать. А почему она его слушает? Вот вопрос. Я вообще не могу понять, что они его слушают. Кто такой Ермак? Боже мой. Ну, три года назад, два года назад вообще парня не было. Что за ним стоит? Кто за ним стоит, что он сумел вот таким способом обломать практически достаточно самостоятельных всех каких-то людей с теми постами, которые они имели. Ну, вот, то есть, конечно, вот этот пробой, он уже лег. Захват Азовцев, сдача Мариуполя, уничтожение этого края нашего опорного, который держал. Благодаря ему простояла линия обороны, и были освобождены и Киев, и Чернигов, и вот это все направление, суммы. Да и Харьков, пока стоял Мариуполь, украинская армия двигалась на границу с Белгородом, упал Мариуполь, все сразу сломалось. То есть, сегодня мы видим сломленную ситуацию, она нехорошая, она нехорошая. Все эти там YouTube-тоналы, я их уже назову, потому что, ну, нет сил терпеть. Вот это коррупция-инфо, редиска, инфо какая-то там еще. Вот это они берут друг у дружки. Это понятно, что они работают на банковые, эти три информационные структуры. Они перепощивают друг у друга, меняют названия, названия такие все прямо решительные. Вот уже все, вот это все, идем туда-сюда. Потом оказывается, что это все вообще неправда и не соответствует действительности и так далее. Или не так соответствует действительности, или это было желаемое за действительное выдавало. Зачем вы это делаете? То есть, какая цель вот у вас пропаганду эту? Это Гебберсовское плато, это коммунистическо-фашистское плато. Зачем такое использовать? То есть, вы правду уж не говорите, вы не говорите, сколько погибает в день на фронте украинцев. Не говорите, Зеленский. То есть, вы врете, врете. Вы не говорите, сколько раненых, сколько захвачено в плен. То есть, вы врете, и потом, о, танк подбили, о, снесло башню. Ой, там сбили, там еще вертолет какой-то. Ну и что? Ну и что? Ой, летчика там 63 года сбили. Ну и что? То есть, если фактически бои идут уже в городе Северодонецкой. Мир, гостиница. Ну и что, что гостиница, мир. Зашли туда, гай-дай, говорит, какие-то группы. А вы бахнуть по ним не можете? Зачем? В гостинице вести бои. Ее нельзя случайно вот так прямой наводкой бахнуть, чтобы они завалились вместе с этими бойцами, которые там российские зашли. Подождать, когда их как можно туда больше зайдет и стрельнуть. И все. Поэтому, я думаю, что мы сейчас имеем очень сложную ситуацию. Ну, для Украины в целом и для украинского народа. Но Зеленский не до конца, видимо, понимает. Ермак, Зеленский. Им все время кажется, что если вот они так вот втихаря будут вот это продвигать, как они сейчас действуют, но при этом говорят, что мы не отпяди не отдадим. Но, по сути, они отдают. Они отдают как раз фактически та часть отдаётся, которая и предполагается в требованиях Путина. Если так подумать. Она, то есть, Мариуполь захвачен. Азов, ну, захвачен в плен. Его Пушилин, который до сих пор бегает. Пушилин и Пасечник до сих пор бегают. Басурин или как там до сих пор бегает. Он лично участвовал в этих всех процессах. Всё время рассказывал. Какой-то представитель какой-то народной милиции. Слышите? Сальдо бегает. Стримиусов бегает. Эта бабёнка с Мелитополя. Уже её назначили на Мелитополь. Энергодаре тоже. То есть, если это не предательство Зеленский. И Баканов там. И второй этаж разведчики спецоперации. То что такое тогда предательство? То есть, вы показываете. Вон целое отделение сдалось. И перешло на сторону врага милиции. Там в одной громаде. В Запорожской. То есть, вы чётко показываете, что никаких вообще проблем у тех, кто переходит на сторону врага полностью нет. Вот поэтому можно говорить, что вы выполняете договорённость. Вот. И поэтому по Херсону, ну вот если вы посмотрите, там Чечёткина, там ещё разные, как Херсон сдали, да, там Ютубы, там всё прописано. Он у меня в комментариях всё там не описывает, как сдавался Херсон, как разминировали выход в Крым, выход с Крыма, всё остальное. Там всё люди же знают. Ребята, это вы там можете репу парить. А так, людям же всё известно. Это ж, людей же не обманешь. Ну и вот Руслан пишет, что снова Херсон заставляет выставлять цены в российских рублях, агитирует получать Роспаспорта, уже ж он подписал указ этот, Путин, получение Росгражданства, минируют мосты, дороги, ощущение, Таврию сдали Российской Федерации. Ощущение же правильное. У других же тоже такое. Кстати, и Руслана спасибо за поддержку, и Дмитрий тоже спасибо поддержал вчера. И через приват поддержали каналы мои. Спасибо. Так вот смотрите, там пишут, вот нету там эти, там всё есть эти, какие, куда, что там один говорит, что типа вот нету там этих, куда направлять, всё есть. У кого голова на плечах, есть, спокойно знает, как поддержать каналы. Но дело не в этом. Дело, если кто-то хочет получить, пишут там консультацию и так далее, как получить, очень просто, пишите вот мне, там, на Facebook, там, таким образом, так сказать, решаем эти вопросы индивидуальных консультаций. Теперь смотрите, что получается. Получается следующая картинка, что Путин, как бы, уже считает, что основная часть его требований выполнена. Ну, считать по-другому они уже не могут, потому что потери настолько колоссальные. система Российской Федерации народно-хозяйственного комплекса, она настолько, она сдувается, как шагрин, сжимается, уничтожает, сгорает, как шагриневая шкура, кожа. То есть, все вот эти его бла-бла-бла, что там они перейдут на вечезняную технику, на вечезняные какие-то технологии и инновации здействуют и еще какие-то инши в них є на працюване и на ухоу, еще им там допоможут там Китай, еще будут российскими рублями, це буде якась там святова валюта и прямі разрахунки з юанем, там, с Ираном, з рупией индусской. Ну, фигня такая всякая. То есть, болтовня, болтовня, еще раз болтовня. Реально это ситуация для экономики России, ну, вот, практически она гибельна. Она гибельна. Два товара экспортных, это нефть и газ, все. Больше они ничем не могут, так сказать, поучаствовать в мировом воспроизводственном процессе. там есть еще сырье, там рудные ископаемые. Но это все по сравнению с нефтью и газом это, конечно, ерунда. Ну, все говорят, да, вот он миллиардом долларов в день получает, да, но он уже тратит два миллиарда долларов в день на войну с Украиной. То есть, ему уже этих денег просто реально не хватает, а они все время будут сокращаться. Сокращаться, сокращаться. Плюс, поскольку у него они подняли очень сильно рубль и искусственно его подняли. 80% экспортеры должны продавать валюты в обязательном порядке. То у них плюс они же ограничили продажу валюты физическим лицам. сейчас чуть-чуть послабили, но все равно. Плюс у них же ушли практически все иностранные инвесторы и компании, и корпорации, которые у них работали. И в легкой сфере, и в автомобильном транспорте, и в железнодорожном. Ну, со всех сторон ушли. Даже уже, если уже потерять Макдоналдс, я помню, это было просто апофеоз, когда, поправите меня, появился первый Макдоналдс в Москве, это может даже при Горбачеве было. Это там просто безумные очереди. Это как какое-то явление, это даже сильнее было, чем в то время, когда Гагарина запустили в космос. После белки и стрелки на Луну. То есть, это спутник мечится по орбите с перегея в апогей. В нем кронштейн сидит прибитый, первый в космосе небывалый такой предмет. А тут получается Макдоналдса нету. там мы вставили какой-то, который франшизу имел, что-то там поменял. Ну, это все так, знаете, для бедных. То есть, потерять Макдоналдс, потерять Марс Спенсер, там еще там все эти фирмы, филейбы, потерять IT-сектор. Это прямо будем говорить, это финансово-экономическая глобальная катастрофа Российской Федерации. Поскольку они теперь зажимают всех людей, то, естественно, будет сейчас все, которые хоть чуть-чуть думают, хотя бы на год, на два, наперед, они сейчас будут уезжать с Российской Федерации. Но, однозначно, им нечего делать, айтишникам нечего делать, творческим людям, интеллигенциям, экономистам, научным работникам, преподавателям, финансистам, что там делать? Что делать в условиях государственного военного социализма? Государственно-монополистического военного социализма. Это социализм, это чистый социализм, но монополистический. То есть, это вообще какой-то смесь бульдога с носорогом. Это просто, говорят, если скрестить кобру вместе с ежом, получится метра два с половиной колючей проволоки. Ну, где-то вот такое ощущение, что происходит на этом пространстве. Поэтому, ну, ну, что КГБ, может, ЧК, ЧК, КГБ, что они могут построить? Они строят то, что они умеют, концлагерь, тюрьму, камеру пыточную, у них все пыточные дел мастера, маньяки. Это все известно. То есть, практически у них ресурсы, у Путина, ну, плюс Путин, еще раз говорю, он плох. Реально, вот, если вы посмотрите его выступление, он там поздравляет, показали такой формат небольшой, два флага сзади него стоят, он типа сидит, руки абсолютно неподвижны, абсолютно такие лежат, вот руки, и он говорит и поздравляет, поздравление этим самым пограничникам КГБ делает. там у них какой-то день вот как раз вот это 28 или 27 мая. Но если вы будете внимательно смотреть на его губы и слушать текст, то вы увидите, что губы и текст не совпадают, то есть, движение губ и слова не совпадают, то есть, это какая-то комбинаторика, это фальшивка, это натуральная фальшивка, такая же, как была фальшивка, где он якобы на экономическом завещании выступает со своими там этими всеми прихвостнями и такая же, где он якобы ездил в какой-то там госпиталь и с кем-то встречался. То есть, там чистый перформанс в госпитале был, и это уже показали, что это просто переодетые какие-то специальные люди, которых переодевают для этих актерских постановок. Ну, были его разговоры с премьером Италии, с премьером Австрии, этим, и сейчас был с Макроном и Шольцем. разговоры могут быть. Но это единственное, что может быть. Они не могут уже картинку его в реальном времени показывать. Это сто процентов. Они не показывают реальную картинку. Вот та картинка последняя более какая-то была. Это девятое мая. Ну, плюс вот эта совершенно непонятная встреча Шейгу, когда он был типа в этом костюмчике и якобы Путин вот за стол держался и так далее. Был ли там Шейгу или это тоже уже было 3D в этом гражданском серо-коричневом костюме. это все очень сложно уже понять. То есть можно говорить о том, что с Путиным что-то происходит негативное. Как долго оно будет происходить? В какой форме? Этого мы не знаем. Но появилось сейчас там Алексашенко и другие, что типа он уже заговорил о каких-то что надо прекращать типа войну. Но то, что он говорит это надо не верить, это все ложь. И якобы уже этим Макрону и Шольцу он сказал, что типа готов к каким-то разговорам. Но он это тоже все время говорит. Это ни о чем вообще ничего не значит, что на самом деле у него в голове. Единственное можно точно сказать, что то есть фактически ему надо он готов видимо говорить даже встречаться ну если он как бы в состоянии встретиться еще же вопрос с Зеленским если они уже захватят Луганско Донецкие две области удержат Херсонскую область и Запорожскую область и вот этот кусок Харькова Харьковской области Изюм там Купянск и вот этот сверху Волчанск то есть фактически вот такой объем захвата их уже устраивает ну плюс они контролируют Черное море они полностью забрали Азовское море они украли с Украины просто огромный объем богатства украли вот они в принципе к этому как бы готовы и Путин может предложить напрямую Зеленскому что давай договариваемся о прекращении огня и вот тут наступает самый интересный момент но от Зеленского его хозяева ну Ермака как то есть вот этот Галушка и вот эта ветка Могилевича Шнайдера соответственно Абрамовича Фридмана Фельдмана ой там этих всех ну короче я вам их называл и вы это все можете увидеть и посмотреть это все есть везде вот они требуют от Ермака чтобы Зеленский выполнил вот эти условия отдал Луганско Донецкую область чтобы идти по Путину как этот Макрон говорил кстати приснилось мне сегодня что-то Макрон что его парализовало частично не знаю может ошибся может что-то случится кто его знает ну лучше чтобы не случилось конечно надо всегда здоровья человеку желать так вот получается следующая картинка что если к 100 дням Зеленский отдает то есть Гайдай сдает по поручению Ермака вот этот весь кусок вот ну тогда как бы все уже вопросов нет к Украине вот этот все захвачено и Путин говорит ну давайте начинать говорить вот мы вас денацифицировали мы вас демилитаризировали артиллерии у вас нет ракет средней дальности нет то есть у вас ничего нет у вас вообще уже ничего нет у вас даже байрактаров ребята нет то есть уже Эрдоган вдруг прекратил поставлять байрактары у вас инлавов уже нет у вас стингеров нет у вас этих как там американских тоже нет дживилинов то есть все там вы уже демилитаризированы вы нейтральны в НАТО вас никто уже не берет ну то есть все выполнено все что мы вам ставили ну не так они ставили но вот по минимуму минимальная задача на сегодняшний день исходя из концепции изборского клуба выполнена там написано что Российскую империю надо восстанавливать по кусочкам то есть не надо сразу заглатывать надо брать кусочек переваривать потом идти дальше кусочек переваривать иди дальше ну думали захватят сразу Украину все думали что это кусочек оказалось не кусочек оказалось не с цветами не с оркестрами не с песнями а по полной программе сжарили и фактически конечно украинский народ ненавидит этих уродов по полной программе и уже ничего восстановить этого нельзя будет но минимальная задача выполнена вышли на еще раз подчеркиваю вышли на границы Луганско-Донецких областей да еще прихватили Херсонскую почти всю Запорожскую кусок Харьковских областей пробили дорогу Крымскому каналу обеспечили сухопутный проход Крыму разблокировали Крым захватили вот эти все куски уничтожили народный их комплект хозяйственной Украины Украина банкрот перевели ее эти рейтинговые агентства уже дали там вообще там уже последнее там ЦЦЦЦЦЦЦ это уже фактически без иностранной помощи государство функционировать не может то есть уже с Б перевели в С вот ну то есть все достигнуто все что надо достигнуто теперь давай Зеленский как говорится с барского плеча вот зачем людей типа убивать останавливаем как говорится смертоубийство и начинаем вводим просто период прекращения огня и начинаем говорить Зеленского Ермака и эту всю бригаду 95 квартала Кривого Рога это устраивает ну будем прямо говорить конечно устраивает власти они сохраняют конечно сохраняют оппозиция вся политическая партийная разгромлена он бедный Порошенко пытался прорваться на раве Рубской первый раз ему сказали не читается QR-код он попытался второй раз его тоже не пустили ну не знаю чем это все закончится то есть Порошенко помножили на ноль Медведчука помножили на ноль то есть всех врагов внутри которые были и слева и справа фактически Зеленский преодолел у него рейтинг колоссальный у его партии безраздельное господство у Порошенко все заберут и Коломойский как говорится Петя напомнит Приватбанк но Петя глупый я же говорил не трогай Петя с этой еще и Гонтареву примусил забрать у него и Боголюбова Приватбанк оно тебе надо было ну что ты такой жадный а теперь пожалуйста расплачивайся вот просто ну выучите этот урок тупорылые вы все ну тупорылые ну не делайте так когда вы что-то делаете думайте что потом это с вами сделаете не рой другому яму сам в нее попадешь ну что же вы такие ну тупенькие Петенька дорогой ты наш Медведчук и все прочие ну чего же вы такие глупые тупые я не знаю Кучма Ющенко и все остальные следующий момент этот недобитый ублюдок вор этот поганый Янукович разразился типа каким-то обращением что вот надо договариваться слышите тоже договариваться надо с Россией что Запад это фигня США Польша и так далее то есть он уже выслал площадочку Зеленскому и Ермаков слышите то есть он говорит ребята надо договариваться то есть это скотина из-за которой с Азаровым все началось оно еще до сих пор начинает еще хрюкать представляете и все нормально мы не знаем какой он позит там находится может он уже вообще как говорится как овощ лежит но тем не менее вот вам еще один симптом то есть фактически как бы вот эта группа синдиката Могилевич и другие они уже четко как бы считают что задача классно выполнена все готово американцы Байден конечно предал Керби сейчас заявил что зачем Украине давать эти ракеты и так далее ну Байден очень напуган его сейчас просто у него рейтинг упал там до 30 процентов то есть это уже даже ниже Трампа в самые худшие времена он летит просто как ракета уже на уничтожение аннигиляцию и прямо будем говорить что у Байдена ситуация очень плохая и его тренируют его вот эти инциденты очень нехорошие два прошедших там дети один так сказать один это сделал в Техасе а второй сделал там в Латинос начальной школе они очень плохие это фактически Байдену что-то показывает что-то кто-то показывает но понятно что и кто показывает тем более случилось опять очень нехорошее событие Иран захватил два греческих танкера с нефтью под греческим флагом то есть это это просто чрезвычайно плохое то есть Иран напал ну якобы в отместку что у него забрали американцы какую-то нефть там возле Греции но реально Иран напал на страну НАТО Ислам шииты напали на христианскую страну ортодоксальную 90 ортодоксальное христианство 95% себя позиционируют как верующие и оно является частью государства это то есть одно теократическое государство напало на другое теократическое государство дорогие мои это называется столкновение цивилизационных парадизм это очень 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 усиливается конфронтация между Грецией и Турцией Эрдоган сказал что с премьером Греции Мицитакисом он встречаться не будет и там все более более такое тут один какой-то там прорезался турецкий какой-то типа эксперт политолог политик фамилия там фамилии неважно сказал что Греция хочет захватить Стамбул но это Константинополь то есть а он оказывается не имеет ПВО то есть фактически начинается ищутся слабые звенья и они удары наносит ну кто наносит удары ну понятно Российская Федерация это у Путина в этом изборском клубе их концепции это как раз модель там четко изложена что надо всячески поддерживать другие цивилизационные парадигмы центры в рамках ну политика простая враг моего врага мой друг против чтобы уничтожить Соединенные Штаты Америки и вот этот Европейский Союз то есть все как бы вот складывается складывается Венгрия я вам уже это рассказывал вот и Руслан меня спрашивает по Венгрии вот она ввела по сути это военная половина мне важно да он отменит ребята нет ничего более постоянного уж поверьте мне чем что-либо временное уже все это десятая поправка Конституции это 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 путь это так называемое окно Авертона ну что вы такие глупенькие ну если Олег Ильич это вам говорит вы себя конспектируете записываете и все и запоминаете навсегда это то есть уже это это однозначно там идет диктатура и он расколет и НАТО и ЕС Турция раскалывает НАТО через неприятие и конфликт с Швецией и Финляндией то есть они одни остаются уже начались голоса всяких типа псевдоэкспертов о том что это глупо создавать какой-то блок то что Джонсон что ни денег там нет ничего нет ни обороны и так далее то есть это все это все работает рептолоиды путинские все это же все понятно поэтому ну вот ну Зеленскому долго тогда не быть то есть его режим падет потому что ненависть такая что как только он пойдет на ну прекращение огня это сепаратные переговоры то есть это означает что он предал Мариуполь он сдали они Херсон ну и все остальное Крым выпустили и так далее что это все были спланированные акции что залужный просто кукла в их руках наяв залужный все руководство вооруженных сил это просто обыкновенные големы которые выставлены специально под патриотическими такими знаменами говорит служил ли ты под знаменами герцога Кумбурленского да помните остров сокровия то есть и фактически тогда будет выделиться соответствующее военное ядро ну и произойдет вот какой-то изменение власти Зеленский но вас не пощадят абсолютно не пощадят вы ничего этому чем больше вы будете этому противиться тем больше гарантия того что вы будете уничтожены то есть сдача Луганска вот этого правильно этот цензорнет этот говорит вот он же там из середины это дает он правильно говорит что если вы сдаете вот эту вот эту территорию то все и этот подоляк Юра он так сказать их шлендра путинская но он излагает это вполне так сказать с пеной у рта ненавистью к Украине но к сожалению а что же делать ну враг враг должен быть врагом вот поэтому Зеленский если ты сейчас на это пойдешь то есть это план это понятно план я не понимаю только до конца пока Мишу подоляна надеюсь что правда то что он говорит надеюсь что Кулеба тоже правду говорит конечно Арестович это понятно у него функция такая это так сказать знаете есть такая Юла называется ее так раз включаешь она крутится крутится бегает бегает крутится крутится вот это такой механизм ну свое отрабатывает такое дело талантливый паренек прекрасный актер поэтому тем более я жду Духина тренировался на его курсах там их много таких поэтому тут как бы тоже все понятно вот поэтому ближайшие дни вот к сотке они идут собственно уже 94 последняя неделя она многое сейчас покажет то есть если они сдают вот этот весь кусок и ничего не сделают в Херсоне потому что там можно сделать там можно там поскольку есть уже вот эти гаубицы на 20 30 40 50 километров то есть можно коридор огня там просто все что есть поставить и нанести туда не надо смотреть кого там чего там просто надо прожечь коридор всем чем только угодно вот как они делают только надо сделать то же самое прожечь коридор и зайти в правую на правую побережье Херсона если это сделать конечно и потом идти вот так вдоль берега и бить бить дальше этими орудиями это ж 20 30 40 до 60 километров же есть сейчас это все оно есть есть только просто это надо собрать и ударить плюс конечно вот я еще раз говорю прекрасный город Валуйки и тогда конечно все изменится но Зеленский никогда этого не может не сделает потому что над ним висит Ермак а Ермак это человек я так высказываю точку зрения Семы Могилевича вот и все тут как бы ничего сделать невозможно как долго это продлится ну увидим что они этого боятся сейчас они боятся что Зеленского сметет все и придут уже полностью неконтролируемые люди вот этого они очень все боятся и Шольц и Великая Ложа этот Восток Великий Восток Ложа где Макрон там подрабатывает так сказать шестым номером и так далее и так далее ну посмотрим может я ошибаюсь к сожалению пока такого за собой не замечал хотя это чтобы не было это приятно так не скажу ну изучайте стратегическое управление если я желающий могу вас учить этому денежку платите будем учить вот и все все доброго вы с Олегом Соскиным до новых встреч до новых встреч